Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мне задавали вопрос, как выглядит курс по нейросетям, что там внутри и вообще зачем мне это нужно. Давайте я вам покажу, как организовано у нас обучение и что вы получите, если вы придете на курс, какие плюсы это будет иметь. Курс нейросети в дизайне одежды. Здесь есть специфизация по именно дизайну одежды, потому что мы раскрываем, как это все применяется в производстве, дизайне и так далее. Здесь есть подробные примеры в творческом поиске, есть активные запросы целевые, но это не значит, что если у вас, например, другая сфера, вы не можете, просто поменяв запрос, получить тоже достойный результат. Введение это, естественно, просто о курсе как, что, где, зачем и почему, что такое нейросети, какие есть типы нейросетей. Сервисы для работы, открытие карты, дополнительные сервисы для работы, если вдруг что-то заблокировано и так далее, мы это постоянно отслеживаем, постоянно пополняем для того, чтобы вам было удобно. Применение нейросетей в одежде. Это такой вводный блок, он универсален для всего. Нейросетей здесь много, мы разбираем на максималках их, то есть если показана в Миджорне, то показана она в полном своем, соответственно, разнообразии на платной версии, как это все сделано. Первый урок показывает, как установить нейросеть, второй, как в ней работать. При этом урок получился настолько объемный, что он не уместился у нас в один слот и разбит на две части. Полное-полное видео с полным описанием. Это то, что я всегда делаю, показываю скрины, как это выглядит, для того, чтобы было полное понимание, что мы с вами получим. То есть показаны примеры, показана команда, объяснена команда и показан пример, как это выглядит. Вот, например, вариант промпта и как по этому промпту происходит генерация. Это от части дублирования видео плюс дополнительная информация. То есть вы это все увидите в видео, это не нужно конспектировать, оно у вас есть. Вы просто можете спуститься и посмотреть. Вариации работы с нейросетью. Вот это вторая часть, которая просто не влезла. Мы когда заполняли уроки, ну они были написаны в другом месте, оказалось, что просто не влезает. Далее, как зарегистрироваться, OpenAI, OpenAI и далее это одно и то же, и туда же еще ChatGPT. То есть компания называется, а это название NeuroCity. Кандинский, Кандинский 3.0, вышло обновление, мы добавили StableDiffusion. Здесь более 7, по-моему, разобрано разных сервисов на основе движка StableDiffusion, которые можно использовать. И также у нас показывана StableDiffusion декстопная версия, которую вы можете установить с полными инструкциями, где, куда, зачем и почему. Как это все использовать. Leonardo. Leonardo.ai. Обучение своей генерации. Модели генерации. Шедевру. Лексика. Дримлайк. Несколько сервисов по увеличению изображения. ChatGPT, ChatGPT4, Яндекс.GPT, Яндекс.GPT2. То есть уроки задваиваются, либо изменяются в зависимости от того, какие новинки. Вот этот урок тоже сейчас будет перезаписан. Это BART. Сейчас он называется G-Mini. Это нейросеть от Google, которая текстовая. Нейросети внутри других программ. Иллюстратор, Photoshop. Это все нам нужно. Юридические аспекты. Newark. Masha.GPT. Adobe Express. Это еще одна нейросетка от Adobe. Очень прикольная. Thunderpal. И финальное задание. То есть посмотрев весь вот этот объем, вам не надо все это устанавливать. Вы выберете 2-3 нейросети, которые будут максимально отвечать вашему запросу. И вот здесь у нас приведен пример того, как должно выглядеть финальное задание. Если оно соответствует вашим запросам, то вы его делаете. И его можно прикладывать уже к портфолио. Если у вас дизайнерское портфолио, то к дизайнерскому портфолио показывает то, что помимо того, что я хорошо рисую в программах, хорошо владею эскизами и пониманием всего процесса, я могу это еще дорабатывать в нейросети. То есть я супер сотрудник. Поэтому это будет максимально полезно сразу туда это вкладывать. Если вы занимаетесь, например, другими аспектами, вы ведете социальные сети, и вам нужно писать контент-план, вам нужно создавать посты или создавать красивые картинки, вы можете это сделать как финальное задание. Это тоже допускается. Здесь вопрос в том, чтобы все навыки, которые вы получили, все, что вы разобрали на курсе, то это все было применительно и сразу бы пошло в работу. А не просто так изучили и отложили на дальнюю полочку. Во всех уроках, как вы видите, есть видео, есть описание, есть подробные инструкции, есть фрагменты, где указано домашнее задание, которое нужно сделать или добавить комментарий к уроку. Всегда это можете сделать. Плюс есть общий чат в WhatsApp, на котором мы все отвечаем. Если у вас появились вопросы по обучению, пожалуйста, напишите, мы с радостью ответим. А зарегистрироваться на курс можно по ссылке под этим видео. Спасибо. Спасибо.